Приветствую участников межрегиональной научно-практической конференции «Родной язык как фактор культурной идентичности». Тема моего выступления – формирование фонда библиотеки на национальном языке. Республика Алтай – это меганациональная республика. В ней проживают народы разных национальностей – русские, алтайцы, казахи. Алтайский язык как второй государственный язык является одним из главных факторов, обеспечивающих единственную и национальную самоидентификацию коренных народов республики. Поэтому формирование фонда библиотеки на алтайском языке является приоритетным направлением рекомплектования фонда. Многообразное книжное наследие алтайского народа собрано и сосредоточено в фондах национальной библиотеки имени Михаила Васильевича Чувакова. На 1 января 2021 года фонд библиотеки насчитывает более 470 тысяч единиц хранения. На алтайском языке фонд насчитывает более 18 тысяч документов. Как известно, основной источник формирования документов на национальном языке – это обязательный экземпляр. Основная библиотека является книжной палатой республики и собирает всю продукцию, издаваемую на территории региона. Мы сотрудничаем с такими издающими организациями, как Литературный издательский дом «Алтенту», Научно-исследовательский институт алтайстики имени Сазона Сайма Вича Шуразакова, с Библиотечным информационным центром Бурно-Алтайского государственного университета, с Республиканским институтом переподготовки работников образования и с различными комитетами и ведомствами. В рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» и под программой сохранения и развития этнокультурного наследия народов Республики Алтай увеличивается выпуск учебной и учебно-методической литературы по алтайскому языку, литературе, истории, музыке. Также издаются пособия с этнокультурным содержанием образования в соответствии с требованиями ФГОС. По этим программам библиотека получает учебники и учебно-методические пособия на алтайском языке, которыми комплектуются все школьные библиотеки региона. Библиотека вносит свой вклад в сохранение и развитие алтайского языка. Ежегодно проводится фестиваль «Книга Алтая», в рамках которого проходят различные мероприятия, презентации книжных новинок, изданные на Алтае, круглые столы, встречи с писателями, тематические вечера. Стало традицией каждый год 20 октября проводить День алтайского языка, приуроченный ко дню рождения известного алтайского писателя Лазаря Васильевича Кокушева. Сотрудники библиотеки провели анкетирование. Результаты показали, что у читателей есть позитивное отношение к книге, к чтению на родном языке. Читатели знают и любят алтайских авторов и хотят читать на родном языке. Несмотря на все усилия сохранения развития алтайского языка, необходимо заметить, что краяные жители республики бьют тревогу, что алтайский язык все меньше используется в общественной и повседневной жизни алтайцев и жителей региона в целом. Поэтому в библиотеках уделяется особое внимание комплектованию фондов на национальном языке, формируется положительное отношение к родному языку, литературе, применяются эффективные и интересные формы работы, внедряются новые технологии. В Республике Алтай подготовкой и изданием документов занимаются более 15 организаций. Это и частные типографии, это и типографии учебных заведений и организаций. Отрадно отметить репертуар издаваемых книг литературной дачиского дома «Алтенту», которые поистине являются национальным достоянием алтайского народа. В произведении лучших представителей алтайского народа нашли своего читателя и до сих пор остается классика литературно-художественной культуры горного Алтая. В течение нескольких лет издавалась серия «Читаем классика», в которую вошли произведения известных алтайских писателей «Послея Самыхаак», «Борису Качина», «Дебаша Каинчина», «Шатры Шатинова», «Перекомена Палкина». В 2018 году, к юбилею, со дня рождения классика алтайской литературы Лазарева Васильевича Кокошева, были переизданы его произведения в шести томах. Издавались переводы на алтайский язык таких произведений, как «Тарас Бульба», «Николай Гоболев», «Маленький принц», «Планета людей», «Антуана де Сент-Экзюбери». Эти и другие издания распределяются в общедоступные библиотеки республики. Функцию распределения выполняет национальная библиотека, как методический центр для муниципальных библиотек. Таким образом, пополняется фонд сельских библиотек литературы на алтайском языке. Таким образом, в 2020 году по муниципальным библиотекам распределено более 5000 книг, около половины из них на алтайском языке. Говоря о формировании фонда на национальном языке, необходимо упомянуть о поступлении периодических изданий. Обязательный экземпляр библиотека получает все районные газеты. По федеральной целевой программе «Культура России», по проекту создания Страхового библиотечного фонда республики на базе фондов Российской государственной библиотеки были изготовлены микрофильмы периодических изданий, выходившие в Горнонтайской автономной области. В регионе делается немало для сохранения и развития национального языка. В Горнонтайском государственном университете открыт факультет алтаистики и тюркологии. Его студенты являются постоянными читателями библиотеки. В научно-исследовательском институте алтаистики имени Суразакова ученые изучают фольклор, языкознание и литературу. Алтайский язык в школах изучает более 10 тысяч детей. Это 32% от всех обучающихся. На алтайском языке издаются газеты, ведутся радио и телепередачи, а с недавнего времени стали создаваться короткометражные фильмы и мультфильмы. Это говорит о том, что проблемы сохранения и развития национального языка и формирования библиотечных фондов на языке должны рассматриваться не как специальные узкопрофильные вопросы работы библиотек, а как проблемы широкого круга, касающиеся насущных духовных потребностей человека и от решений которых зависит дальнейшее адекватное существование нации.